Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. 2016 год в России объявлен годом Николая Карамзина. Что мы знаем о великом историке, писателе и публицисте? Это и выясним. Сегодня в нашей студии старший научный сотрудник Самарской областной библиотеки Ирина Суслина и ведущий библиограф отдела редких книг Алексей Александров. У зрителей хочу спросить, ходите ли вы в библиотеку и что, на ваш взгляд, меняется в их работе в последнее время? Наш телефон 202-11-22. Звоните, говорите ваше мнение и задавайте вопросы нашим гостям. Здравствуйте, Ирина Львовна, Алексей. Ну, давайте начнем с творчества Николая Михайловича Карамзина. Скажите, пожалуйста, почему этот год был объявлен годом Карамзина? Вот какая такая самая основная и главная причина? Ну, одной из главных причин приближающейся юбилей этого писателя, историка, реформатора русского языка, замечательного нашего соотечественника, одного из самых, я бы сказала, лучших представителей человеческого рода в целом. Вот так я для себя определила позицию к этому человеку, готовя выставку, которая открылась сегодня в залах Самарской областной универсальной научной библиотеки. Открылась она в музее книги истории нашей библиотеки и пробудет там до конца текущего года. И, возможно, новогодние каникулы тоже можно будет провести с пользой, приходить туда с семьями, с детьми и прикоснуться к жизни, к творчеству этого, этой уникальной личности. Как я уже сказала, 250 лет мы будем праздновать совсем скоро. Он родился 1 декабря по нынешнему стилю, 12 декабря. Да, 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 потому что написано. Так что все приближается, час икс приближается, поэтому подготовились вместе со всей страной. Страна уже давно отмечает это событие. И канал культуры уже в мае запустил прекрасную передачу «Карамзину-250», когда читались отрывки из его самого знаменитого труда «История государства российского», о котором мы все знаем по наслышке. Вряд ли многие из нас читали эту книгу. И вышел прекрасный документальный фильм, где Карамзин предстает не академическим таким вот писателем за прошлых веков, а почти нашим современником, человеком, который болел за Россию, за ее судьбу, за свое отечество. И любил, как никто другой, свое отечество. Скажите, пожалуйста, он связан как-то с Самарской губернией или нет? Потому что вот кто-то и связывает даже с Самарской губернией, вы или нет? Нет, мы, конечно, выставку сделали не потому, что он как-то имеет отношение к Самарской губернии. Родился он в Симбирском уезде, который входил в состав Казанской губернии. Это тоже не так далеко. Да, но он родился на берегу нашей красавицы реки Волги. А Волга формирует, наверное, особый тип людей. И мы в чем-то, наверное, мало того, что мы земляки по реке, да, и Волга особое отношение имеет к формированию человеческой личности. И все рожденные на Волге, которые, все, кто помнит закаты, восходы, рассветы, те картины, меняющиеся этой грандиозной реки, они, наверное, немножко отличаются от людей, живущих в других местностях. Я не согласна. Алексей, скажите, пожалуйста, вот к этой дате ваш отдел редких книг что-то подготовил? Могут читатели прикоснуться ближе к истории с помощью как раз вот вашей работы? Да, отдел редких книг имеет в своих хранилищах 57 экземпляров прижизненных изданий, произведений Карамзина. То есть им сейчас вот сколько лет будет вот этим изданием? Около 200 лет. Около 200 лет. Так, и более. Вот. Это дополню, Алексей, в следующем году повесть бедной Лизы, которую знают уже все со школьной скамьи, а ей исполнится 225 лет, она книга-юбиляр следующего года. Да. И а это реально прочитать, потому что и взять, и потрогать, или нет? Или есть какие-то ограничения будут для посетителей и читателей? И как они вообще, да, я даже вот не представляю, как они выглядят, книг, которые... Приходите на выставку. Да, это стоит раздеть и прийти. К книгам может получить доступ любой человек, который запишется читателям в областную библиотеку, вот. В том числе и к самому старому изданию Карамзина, который хранится у нас, это издание 1797 года. Вот. Как они выглядят? Выглядят они как достаточно видавшие виды, скажем так, книги, да. На многих из них кожаные переплеты, то есть они отличаются от современных, естественно, да. Тоже самый алфавит. Очень нужно, да, прийти и посмотреть. Но читать можно, да, вот воспринимать информацию. Да, конечно. Это все возможно. Ирина Львовна, расскажите, организация выставки – это довольно трудоемкий процесс, чтобы наполнить экспонатами, да, чтобы она была интересна, привлекательна. Скажите, пожалуйста, как вы работали над созданием выставки, какие там будут экспонаты, может быть, что-то уникальное, вот ради чего стоит прийти и посмотреть, чтобы с этим соприкоснуться? Работа, конечно, очень интересная и требует, в общем-то, погружения и в эпоху Карамзина, и в личность самого Карамзина, поскольку до него была выставка у нас не менее интересная, а даже более уникальная по содержанию. То есть мы показывали художественное оформление старопечатных изданий, и у нас были представлены издания, которым 350-400 лет, и в том числе издание Ивана Федорова, нашего первого книгопечатника, «Строжскую Библию» знаменитой, которых сохранилось в мире всего около 200 экземпляров. Это была очень сложная выставка, пришлось, конечно, много новых понятий для себя открывать, и тоже полное погружение проходило в ту эпоху, тем более эти издания были печатаны кириллическим шрифтом, Но приходилось даже у нас брать консультацию у специалиста, который работает именно с такой литературой, чтобы как-то погрузиться более детально. Но когда одну выставку как бы заканчиваешь, естественно, какое-то время нужно, чтобы подготовиться к другой. И тем не менее, погрузившись в эпоху Карамзина, познакомившись с его удивительной судьбой, с его многоликой личностью, Он действительно человек многоликий, кем он только не был в своей жизни, и редактором, и издавал журналы. Его первые журналы, московские журналы «Вестник Европы» были родначальниками последующих так называемых толстых журналов в России. А «Вестник Европы» вообще был первым журналом, который знакомил читателей с событиями, которые происходили в Западной Европе. Ну и сама личность, конечно, оказала колоссальное воздействие, поэтому я уже вся вот в этой выставке. И надеюсь, что смогу донести живого Карамзина, не сухого академического писателя, там, 18-19 веков, а рассказать о человеке. А скажите, пожалуйста, вот как раз вот по рассказам, на выставке предполагается только вот, чтобы читатель заходит и сам знакомится с экспонатами? Нет, у нас всегда, в отличие, так сказать, экскурсионного обслуживания в нашем отделе, это всегда сопровождение экскурсовода. Да-да-да, потому что... Честно сказать. И поэтому, конечно, люди оценят вот такое вот общение, потому что мой рассказ вызывает ответную реакцию. Иногда мы вступаем непосредственно в диалоги с посетителями, и получается такое вот обсуждение, живое обсуждение. И я думаю, что рассказ, конечно, он приближает тот материал, который выставлен. А то, что самое интересное, так сказать, можно увидеть, это те самые первые 8 томов карамзинской истории, которые буквально взорвали общество конца 19-го, начала... конца 18-го, начала 19-го века. Вот я хочу у Алексея, как у молодого человека, поинтересоваться, вы тоже, наверное, уже погрузились в эпоху, надеюсь, и в личность карамзина. Чем он вам близок и чем он современен? Потому что раз уж мы обращаемся к нему, значит, современность находит с ним точки соприкосновения. Вот вы их обнаружили? И что вас поражает, может быть, в этой личности? Чем она интересна? Ну, близок он тем, что это один из основополагающих трудов, который изучают на историческом факультете, который я закончил, собственно говоря. Ну, близок своим трудом, вот эта история государства российского тем, что... Это книга, которая будет, еще раз повторюсь, одним из самых основополагающих трудов по истории России. И как считали его современники, да, когда эта книга вышла, как считают сейчас, это одна из тех главных книг, которые помогают в целом понять, кто есть такой русский человек. И как это актуально сегодня, когда мы говорим о Европе, о других странах, да, и о самом таком сознании России, да, вот... Ощущении себя русской нации. Да, 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 да. Это же вот сегодня как нельзя актуально, вот, в свете того, что происходит. Я хотела еще, Алексей, поинтересоваться. Довольно редко можно встретить, на мой взгляд, сотрудника библиотеки, молодого человека. Почему вы сделали такой выбор, чем вас привлекает работа, вот именно с фондами, с переведкими книгами? Уж кажется, совсем не для молодого человека, а вот вы нашли себя именно там. Ну, собственно говоря, было два варианта, наверное, лично для меня. Стать преподавателем, да, либо пойти в библиотеку. Ну, преподавательская деятельность не сложилась, к счастью для меня, поэтому я выбрал библиотеку, вот, и достаточно долго в ней уже работаю, вот. Ну, я с детства люблю книги, вот, и дело редких книг представляет уникальную возможность соприкоснуться с книгами. Да, с другой, с другой, да, конечно, уйти в историю, это всегда интересно. Я хотела бы еще раз обратиться к телезрителям, напомнить, что у нас прямой эфир, и если вы посещаете библиотеки, расскажите о своем опыте, на какие выставки вы ходили, что оставило след в ваших душах, и что вы хотели, может, изменить в современной библиотеке. Звоните и задавайте вопросы гостям. Вот, кстати, об этой просветительско-образовательной информационной деятельности, как она выстраивается, какая работа проводится в библиотеке, потому что понятно, что задача не просто вот дать книгу, значит, расписался, и приди через там две недели, верни. Вот что еще происходит в современной библиотеке, потому что, мне кажется, что именно сегодня библиотека сама меняется, вот идет, должна идти в ногу со временем, с меняющимся таким быстро. Ну, меняются технологии, наверное, и обслуживание, и информационная технология приходит, конечно, на смену традиционных форм. У нас хорошо разработанные сайты есть в библиотеке. И обо всех новостях, касающихся нашего отдела редких книг, можно узнать на основном сайте библиотеки в рубрике «Книжные памятники». И я всем вот говорю, когда приходят ко мне на экскурсии, на любую тему, да, и в музее истории книги нашей библиотеки, я всем напоминаю, что у нас оцифрованные, выложенные в онлайн доступ рукописи нашего отдела с великолепными красочными миниатюрами. Можно просто сидя вечером дома полистать. Это, конечно, может быть не то, чтобы самое, чтобы взять книжку в руки и вдохнуть ее, так сказать, время, то самое время почувствовать, но это тоже весьма занимательное чтиво. Да. Ну и, конечно, просто традиционных форм не избежать в работе с читателями. И в то же время это уже досуговая функция библиотеки, она, конечно, сейчас выдвигается на первый план. И поэтому... Опять же, ради того, чтобы привлечь, как можно больше, точнее, того, чтобы развлечь. И просто хотим донести до людей, что это тоже времяпрепровождение с пользой, приятное, совершенно бесплатное. Да. Поэтому большие возможности. Потому что, да, сейчас и музеи продвигаются вот тоже по этому пути, да, они тоже организуют какие-то мастер-классы, там, экскурсии, и библиотеки. Ну, у нас в рамках выставок тоже бывают и встречи с какими-то собеседниками, и те же мастер-классы, это не только в нашем отделе и в других отделах. Ну, за всеми новостями, конечно, можно следить на сайте или звонить в библиотеку. Да. А скажите, пожалуйста, для того, чтобы поддерживать наших местных талантов в литературе, в поэзии, вы проводите встречи с начинающими, может, или уже заслуженными поэтами, писателями, вот именно нашим местным? Такое бывает в работе, да? Есть? Библиотека организует встречи молодых поэтов, писателей. Проводятся литературные вечера, ну, летом, так как функционирует летняя библиотечная площадка, да, со стороны проспекта Ленина, главного входа, который может посетить любой желающий. Ну, кроме того, проводятся различные литературные мастерские, да, то есть галерейного пространства, и центр чтения, который находится рядом с ней, они проводят вот литературные вечера, посвященные литературе какой-либо отдельной страны. Например, там, допустим, в четверг будет литература Норвегии, на следующей неделе литература Аргентины и так далее. Да, понятно. И вот если давать оценку, интерес есть у читателей, потому что вот дискуссия ведется, да, что библиотека, книги вообще это все устареет, это все вообще чуть ли из нашей жизни не уйдет. Вот как оценить вот востребованность нынешней современной библиотеки, она чувствуется, ощущается, или наоборот какой-то спад? Как вы ощущаете, как работники? Ну, досуговые, так сказать, формы-то действуют. Конечно, я вспоминаю прошедшую библионочь, когда мы там держали удар в течение трех часов, народу было достаточно много, да, проходимость была такая большая, и те мероприятия, которые были подготовлены, в общем-то, вызвали интерес, резонанс. Потом я уже в соцсетях даже видела, что выкладывали наши фотографии пользователи. Ну, конечно, это беда и проблема, наверное, многих библиотек, не только в Самаре. Да нет, конечно, да. Наверное, бумажная рта все-таки когда-то канет в лету, но книга останется как памятник культуры, и она будет все равно востребована, особенно книги из фонда, отдел редких книг. И говорят еще эксперты, что и сама библиотека будет претерпевать какие-то изменения. Она останется библиотекой, но не в такой вот форме нынешней, да, вот опять же, как я говорю, пришел, взял книжку, ушел, принес. Потому что, может быть, в этом уже сегодня... Нет, нет. Да, в такой вот большой потребности нет. Если вернуться все-таки к нашему герою нынешней беседы, к Николаю Михайловичу Карамзину, то хотелось бы узнать вашу точку зрения, что самое важное и ценное в нем? Ну, понятно, что у него несколько ипостасей, он и писатель, и историк, и публицист. И все-таки чем он ценен для нынешнего поколения? Что он такого революционного, может, внес? И еще, потом уже следующий вопрос. Есть такие занимательные моменты в жизни каждого выдающегося человека, может быть, я попрошу вас о них тоже рассказать, потому что вот как-то они тоже характеризуют людей в личностном, человеческом качестве. Ну, я начну, наверное, а Алексей, как историк, меня потом продолжит, поправит, может быть. Но как я вынесла вот из знакомства и общения уже с Николаем Михайловичем Карамзиным, особо забавных случаев у него, конечно, не было. И, наоборот, судьба, так, достаточно драматичную ему судьбу, жизнь выстроила, да? Но, тем не менее, сила духа этого человека, его мужество привлекает. Вот привлекает именно личность этого человека. Даже современники отмечали, несмотря на какие-то недостатки, может быть, той самой истории, считали ее больше такой летописной сказкой, популярным чтивом, а не, так сказать, вот тем самым документом, по которым надо изучать историю. Однако же целое поколение современников Карамзина, именно Россия, вошла в сознание с помощью карамзинской истории. И он работал над ней 23 года своей жизни, с 37 лет, не посвящая себя никаким другим трудам. И общество ждало, он принял, как будто постриг, все отмечали, даже его современники. Он уединился, усадьба Астафьева, усадьба Тестева, графа Вяземского, князя Вяземского послужила ему таким своеобразным убежищем, кельем своеобразной, откуда он практически не выходил. 12 лет, потом он продолжал работу и в Москве, и в Петербурге, где была возможность у него такая. И что приятного, многие и такого нам, так сказать, в наследство он оставил, во-первых, реформой русского языка. Да, говорит он, что и много слов новых ввел в литературу. Много слов новых, без которых мы уже, как говорится, не можем общаться даже друг с другом. Это слово влюбленность, чувствительность, это слово гармония, промышленность, катастрофа. А какие слова все? Вот до того, как вы сказали промышленность, катастрофа, чудесные все были слова. Впечатлительность, если я не говорила. То есть те самые слова, без которых мы просто уже, это слова понятия. То есть мы уже можем вырастить отношения с помощью этих слов, обогатил, так сказать, словарный запас наш. И, во-вторых, отмечали в своих произведениях, он ввел уже совсем другие обороты, не те, которые были до него, так сказать, применены Ломоносом, Державином, а другими поэтами-писателями того времени. То есть реформатор русского языка на самом деле, ну, если брать смешно, это буковка ЙО, наверное, памятник этой буквы. Многие путешествуют у нас, особенно по Волге, на теплоходе, уж обязательно в Ульяновске их приводят на то место, где стоит эта веселая буква. Конечно, не он изобрел, надо отдать должное Екатерине Дашковой, княгине, директору Императорской академии наук, сподвижницы Екатерины Второй, с чьей подача эта буковка была введена. Но поскольку авторитет Карамзина был высок, и как только он эту букву напечатал в одном из своих сочинений, в стихотворном, все, она, так сказать, с его благословения, так и вошла в историю. Да. Ну вот есть еще такой слух, не слух, может быть, Алексей нам его развеет, что отношения с Пушкиным у Карамзина испортились из-за того, что он оказывал внимание его жене. Вот насколько это, такой факт существовал или нет. Потому что нужно понимать, что это эпоха Пушкина, да, вот когда мы говорим о Карамзина, это вот эти великие люди, которые жили в то время. Это слух, никак не подтвержденный документально. Наверное, к сожалению, потому что для художественных фильмов или для каких-то, да, это было бы как-то историей. Пушкин очень оценил Карамзина, его труд в истории государства российского. Да, и мало того, что именно Пушкин назвал его первым русским историком, хотя до него вышли труды Татищева и князя Щербатова, касающиеся истории российской, да, он назвал его первым историком и последним летописцем. И именно пушкинские слова относятся к его произведению, они такие. История государства российского – это подвиг не только создания великого писателя, это подвиг честного человека. Да. Здесь уже нечего добавить, и эти слова действительно можно отнести к всему творчеству Николая Михайловича Карамзина. Да. Я знаю, что у него было 9 детей. Скажите, вот с родственниками, конечно, уже через много поколений, какие-то остались связи или нет? Вот это ничего не изучалось, не исследовалось, вот с последователем, может быть, кто-то продолжил. В рамках данной выставки, как бы мы не ставили такую цель, уж больно глубоко они ушли от нас в историю, копать эти пласты. Ну, действительно, у него было по одной версии 9, по другой 10, причем у него же драматичная судьба жизненная была, он потерял горячо любимую жену, остался один с маленькой дочкой на руках и думал, что уже никогда не посвятит себя прекрасной половине человечества, больше уйдет в труд, в историю свою российскую. Но судьба подарила ему встречу с Екатериной Андреевной, внебрачной дочерью Вязевского Андрея Ивановича, да, и жизнь его изменилась. Она была верной женой, любящей женой, подарила ему остальных детей и была, так сказать, соратницей его при написании истории государства российского. Именно ей он отдал ту рукопись, благодаря которой мы и имеем сейчас эти дома, потому что личное имущество сгорело при наступлении Наполеона в Москву. Да, как все это, кажется, с одной стороны далеко, но с другой стороны все перекликается. Когда начинаешь погружаться, действительно, они все всплывают на поверхность. Сегодня очень актуальна тема патриотизма, она звучит, и можно констатировать, что к ней тоже неоднозначные отношения, и нужно понимать, как бы это ни прозвучало, как правильно нужно эти чувства воспитывать, не навязывать, тем более без пафоса. Скажите, пожалуйста, вот Карамзин и патриотизм, здесь есть точки соприкосновения, и какие они? И можно ли на примере Карамзина как раз вот эту тему и поднимать, и без назидания, так скажем, да, вот просто на примере вот эти чувства как раз, как Пушкин писал, что-то там... Можно я отвечу, поскольку я именно погружена в выставку. Смотри на Алексею, это пожалуйста. Да, да, да. Дело в том, что вы помните, как появился в Самаре у нас Дмитрий Шостакович, да, в свое время, в год Великой Отечественной войны? А ведь он, когда началась война, рвался на фронт, но ему сказали, ты композитор, выплесни это в музыке, да, вот так судьба свела его с нашим городом. Между прочим, Николай Михайлович Карамзин, когда начались вот эти страшные события 1812 года, он работал, был в ходе работы, потому что работал над историей государства российского, он же был придворным историографом, то есть пожалованный титул от императора Александра I, и он был обязан дописать свой труд. А он рвался в ополчение, то есть если бы не было такого обязательства у него перед самой высшей властью в то время в стране, он покинул Москву за день до входа туда французской армии. Да. Вот такой человек. И именно ему принадлежат многие такие слова, которые стали уже цитатами, их можно повторять, просто вставлять где-то так в разговоре, и это и будет, наверное, лучшим воспитанием. Пример самого Карамзина и пример его подвига такого трудового, можно так сказать. И, наверное, тогда родились и такие строчки, что «Мужество есть великое свойство души, народ им отмеченный должен гордиться собою». Он в одном из писем к Ивану Ивановичу Дмитриеву, поэт известный в то время, когда жил Карамзин, кстати, у него было имение под Сызринью, то есть он связан даже с нашим краем. И был ближайший друг, вел всю жизнь Николай Михайлович с ним переписку, и в одном из писем он описал свое состояние, когда узнал, что вот-вот войска войдут в Москву, да, французская армия войдет в Москву. Он заглянул в глубину своей души и очень обрадовался тому, что не испугался, не струсил. У него не было желания срочно спасать имущество, бежать из Москвы, брать семью и скрываться. Ну, семью-то он отправил заранее, конечно, жену с детьми он отправил заранее. И очень обрадовался, видел отход и отъезд многих знакомых своих, которые в панике бежали, а он, заглянув в глубины своей души, очень возрадовался тому, что есть у него, достает у него мужество оставаться человеком и гражданином. И даже уход его из жизни, он связан тоже вот с таким вот долгом, да, вот патриотическим своим, вот присутствовал он на Сенатской площади. Да, и, ну, как опять же говорят, заболел, и вот вследствие этого, это его подточило здоровье такой степени, что, в принципе, он через какое-то время скончался. Да, потому что среди декабристов были друзья его детей, взрослых, он пытался их как-то отговорить, он видел, считал искренне, что они заблуждаются. А, и, да, вот это вот декабрьское событие, конечно, откосило его силы. Ну, у нас остается буквально две минутки. Я хотела все-таки Алексею тоже предоставить слово про вашу работу, про отдел редких книг. Может быть, вы даже в целях популяризации можете рассказать, что вы можете предложить читателям? Насколько, опять же, тоже такая литература у вас требована? Ну, отдел редких книг включает в себя фонд около 50 тысяч экземпляров, да, на самых разных эпох и, соответственно, на самой разной тематике. То есть мы предоставляем книги от самой старой книги, которая хранится в библиотеке, Инкунабула, 1489 года она, до самых современных изданий, которые вот сегодня, например, несколько новых изданий 2016 года поступило в наш отдел. Вот дело редких книг, кажется, что это только какие-то все исторические, а здесь вот и современные. Вот тоже хороший подход интересный. Фонд отдела, собственно, разделен на несколько подфондов, да. Например, мы разделяем фонд 18 века, фонд литературы 1801-1830 годов. Также у нас есть большие, значительные подборки владельческих, владельческой литературы, то есть что-то подразумевает собой владельческое. Ой, да, это уже будет, мы уже уйдем очень далеко, потому что у нас меньше именно достается, просто чтобы завершить. Конечно, можно долго говорить и об истории областной универсальной научной библиотеки, тоже, наверное, богатая и интересная история этого. Поэтому я вас приглашаю еще раз, может быть, когда вы будете афишировать следующую выставку, приходить к нам также в эфир и рассказывать об этом, потому что, ну, это, наверное, всем понятно, что уровень культуры, патриотизма, образования, эстетические, духовные, какую угодно нужно повышать, и библиотека, вот, то, что помогает нам это всем делать. Спасибо еще раз за то, что пришли к нам, спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!